Мало кто знает, хотя мы ни от кого не скрываем, что в Щелковском районе на станции Бахчеванджи есть музей истории военной формы одежды. С 1985 года мы существуем. В музее представлены экспонаты формной одежды бывшего интендантского музея, который был образован в царствовании Александра II в 1868 году. Есть форма одежды Красной и Советской армии, и Российской армии, и есть у нас очень хороший орденский зал. Наталья Анатольевна – давний и очень уважаемый работник музея, хранитель его фондов. А саму коллекцию по-другому и не назовешь, она удивительная. С первой секунды здесь испытываешь волнение и трепет. Экспонаты, их более пяти тысяч, рассказывают о том, как одевались самые уважаемые люди в России, ее защитники, ее знаменитые на весь мир маршалы и генералы. И как в чем воевали никому неизвестные воины, делавшие ее величество историю – солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры. С давних времен здесь есть шлем XVI века и по наши дни. Мемориальные вещи. Вот у нас есть треуголка и кафтан Петра III. Так получилось, что у Елизаветы Петровны, дочери Петра I, наследников не было. И в 14 лет со Швецией привезли вот этого 14-летнего Петра. Мы его знаем как Петра III. Его здесь и крестили в православную веру. Но он недолго просидел на троне, всего там 186 дней, но зато издал 192 указа. История армии – это история Отечества. А вот это вот еще мемориальные вещи, вот эти вот мундир, значит, брюки, вот эти брюки Чикчира, это как написано из гардероба Николая I. Ну, как я уже повторяю, что там у него форма была и русских полков, и иностранных армий. А вот это мундир цесаревича. В витрине гусарский мундир мальчика, который потом стал русским царем-миротворцем, так называли Александра III соотечественники. За 13 лет его правления Россия не вела ни одной войны. Но шли годы, и нашей родине все-таки не раз приходилось воевать. Великая Отечественная война. Вот фуражка, в которой вышел с поднятыми руками, плененный под Сталинградом, генерал-фельдмаршал Фридрих фон Паулюс. Интересно, что свою генеральскую фуражку он к тому времени потерял и снял с офицера Люфтваффе эту, попавшую в музейную коллекцию. Или другой экспонат, мундир, который отказался надевать и носить сам Иосиф Сталин. Интересно, вот этот экспонат, когда в июне 1945 года в армии было введено самое высокое звание генералиссимуса, то присвоили верховному главнокомандующему Сталину. Ему предложили вот такой мундир в исконно русском цвете, в исконно русском стиле, здесь еще и брюки с золотыми лампасами. Но он не принял. В общем, одна из причин была, что вышивка, пуговица, это все дорогостоящее удовольствие, это 5-процентное золочение. Страна после разрухи и тратить деньги на украшения посчитали нецелесообразным. Одно только перечисление образцов обмундирования, знаков различия, орденов и медалей российских, советских, иностранных заняло бы время нескольких репортажей. Но, пожалуй, наибольшее внимание всех посетителей привлекает чучело рыжего коня. Этот уникальный экспонат Музея истории военной формы одежды создал некую интригу при подготовке нашего репортажа. Дело в том, что в разных источниках его название указывается по-разному. То ли это лошадь маршала Ворошилова, то ли лошадь маршала Буденова. И вот мы смогли убедиться, что конь по кличке Маузер на самом деле принадлежал первому маршалу Советского Союза, Клименту Ефремовичу Ворошилову. Маузеру уже больше 90 лет. На нем Ворошилов воевал в гражданскую войну. Будущий маршал очень любил коня. Говорят, что он сам расчесывал его густую гриву стволом своего маузера-пистолета. Сравнительно недавно Музей истории военной формы одежды открыл двери для гражданских посетителей. Коллекция, которую нам удалось увидеть, по-настоящему уникальна. Такого полного собрания нет больше нигде. Ни в России, ни за границей. А в Щелкове, в микрорайоне Бахчеванджи, великую историю Родины и ее армии можно проследить в этом музее безусловной гордости нашей Щелковской земли. Сергей Дадыко, Андрей Цеханович, Валерий Жеглей. Щелковское телевидение. Продолжение следует...